Следующий вопрос. Сами акции, какими законами будут подкреплены? Я хочу, чтобы акция имела такой же вес, как и иные документы, например, документы на квартиру или на что-то еще. Давайте мы обмыслить, как международные крупные инвесторы или инвесторы венчурные, работающие на глобальном рынке. Во всех иностранных юрисдикциях, где давно уже существуют такие вещи, как доли, акции, операции с ними, все направлено на упрощение процесса. Есть компания, которая ведет реестр. Например, у нас будет реестродержатель специализированный. Вы от него будете получать всю необходимую документацию, которая касается правоустанавливающих документов. То есть, в частности, сертификат с необходимыми подписями. Я хотел показать, что вообще практика, например, в той же самой Британии, существует заключение сделок по телефону. То есть, договор не подписывается в принципе, он заключается устно. Все британские юрисдикции, куда входят и британские и Виргинские острова, она вся нацелена на снижение недоверия друг к другу и заключение в работе в такой более простой, облегченной для администрирования обстановки, атмосфере. Я показываю своим коллегам и друзьям, инвесторам. Просто ради интереса я как-то приобрел на одной из полплощадок одну акцию какой-то компании. Мне было интересно посмотреть, как выглядит настоящий британский сертификат. Что мы видим? Слева наверху номер. Посередине класса Б как раз привилегированная акция. Но одна акция, название компании зарегистрировано. Принадлежит Виктору Бабурину. И вот дальше там устав компании меморандум. Все, здесь нет печати, здесь нет подписи. Это сертификат, он просто показывает то, что вы являетесь, не то что даже подтверждают, а просто демонстрируют, информируют. На самом деле вы являетесь владельцем на основании записи в реестре. То есть, если есть запись в реестре, в электронном, все, вы являетесь владельцем акции, а все остальные сертификаты, выписки, справки какие-то еще, это все документ, который просто дополнительно информирует. Например, где вам может понадобиться сертификат? Не дай бы, что случилось, наследство надо оформлять. Надо подтвердить нотариусу, что есть документ. Наши российские нотариусы верят документам с печатями и с подписью. Поэтому надо будет заказать сертификат, показать нотариусу, чтобы на основании его оформлено наследство. Еще раз повторюсь, будет реестродержатель, он ведет реестр, мы ему передаем информацию о новых акционерах. Все запросы по поводу сертификата, если вам нужен оригинал, к нему спрашивайте, он за это отвечает, он для этого и нанят на работу, ну точнее по договору.